Что такое православие в нашем современном российском обществе? Это фундаментальная основа нашего бытия, указующая, куда идти человеку по жизни, что можно делать, а что нельзя? Или это некое частное, пусть и очень важное учреждение, задача которого удовлетворять религиозные нужды определенной группы населения? Подобные вопросы встают и перед представителями православного искусства. Должны ли они, православные художники, творить только для своих, для особого церковного мира? Или их голос должен заметно звучать и в светском обществе? Об этих вопросах в очередной передаче цикла «Искусство. Жить на земле» мы поговорим с художником, участником проекта «После иконы» Александром Цепковым. Здравствуйте, Александр! Я рад, что очередной участник проекта «После иконы» пришел к нам сегодня в студию. И вот вопрос, который хочу я задать, он касается, прежде всего, названия вашего проекта. Я когда вот знакомлюсь с вашими работами, с вашим манифестом, на мой взгляд, что ваш проект надо назвать не «После иконы», а «Время иконы». Вы как раз чувствуете, что люди должны видеть первообразы, и эти первообразы должны быть везде. А вот ваше название «После иконы», оно, на мой взгляд, такое немножечко даже провокационное. Вот как вы согласны с подобной точкой зрения? Здравствуйте! Я отчасти согласен, отчасти не согласен. Наше название рождалось в неком диалоге, и мы себя поставили как некая альтернатива или площадка для диалога. Для именно диалога. В этом диалоге мы всегда обращались, естественно, к первообразам, именно к классическим древним образцам. Не к поздним образцам, 18-го, 19-го века, 18-го, а к тем прекрасным первым. 12-го. Ну, Синайский образ Спасителя. Да, знаменитый. Владимирский образ Богородицы Рублева. Да. Поэтому такое название. Но мне, на самом деле, не кажется, это провокация с той точки зрения, что 20-й век, да, когда мы уже, ну, игра полностью перевернулась, на самом деле. Что уже вот все было, икона, она в 20-м веке, вот это слово, его немного изнасиловал 20-й век. А я приведу вам прям противоположное. Вот смотрите, вот мы с вами вспомнили про Рублева, да? Да. Давайте поговорим про Звенигородский чин. 1918 год, когда Грабарь обнаруживает в сарае Звенигородский чин. И вот, на самом деле, это начало 20-го века, вообще весь мир для себя открывает икону. Долгое время вообще все считали, что просто рисовать не умели. На досках там что-то, варвары какие-то. Да, варвары. А тут все как бы счищают и для себя открыли икону. Одновременно вот у нас были всякие батюшки, епископы, их критиковали за то, за это. А потом начались гонения. И эти гонения поскребли, и бах, а мы увидели тысячи новых святых. И здесь как раз-то именно 20-й век, он, в этом-то его и ужас, и на самом деле величие. Он нам открыл икону везде, вот, в людях там. С этой точки зрения истории искусств, есть бытует такое мнение, что произошло три события. Три события в 20-м веке, которые перевернули мышление любого современного художника. Это писсуар Дюшана. Да, ну все понятно, война, все Первая мировая. Да, вот он, писсуар поставил, фонтан назвать. Черный квадрат Малевича и его вся идеологическая составляющая. И третий – это расчистка Троицы Рублевых. Подобных возвращений, подобных расчисток Троицы, сколько их было за 2000 лет? Это первое. Нет. Давайте вспомним, не знаю, время иконоборчества. Или Ренессанс. Это то же самое. Ренессанс – это иконоборчество. Пропославие – это единственное… Прото-ренессанс. Когда из Византии, из Никейской империи все художники учились в Греции и возвращались в Европу писать, как Чимабуя или там… Ну, понятно. Множество там. Множество. Это тоже своего рода. Они такие, о, ничего себе. Давайте посмотрим. Ага. Давайте вот теперь рисовать. Не, вот я, как раз, и говорю, что наоборот. Вот в вашем проекте вот этот такой вот мощный и прекрасный вопль «Время иконы», давайте ее не прятать. Сейчас в России много разного искусства. Передового. И почему-то в передовом русском искусстве сейчас нет какого-то очень большого, прекрасного там пласта нашей культуры, самой лучшей. Да, вот давайте посмотрим на Японию. Она очень любит свою культуру. Она свою древнюю историческую культуру смогла интегрировать вот в настоящее сейчас, в наши настоящие города. Она ее декларирует, всем показывает. Мультики японские смотрят от Лондона до Южной Америки. Все знают, кто такие самураи. Они очень себя любят, уважают. И их из-за того, что они себя очень любят, их уважают и любят. А у нас есть множество того, чего мы можем показать, гордиться, и что есть просто само по себе прекрасно. Это икона. Конечно, икона, сто процентов. И все, что она в себе несет. Икона, можно сказать, вот как это искусство, искусство. Как я долго, например, думал, ну вот почему там такие технологии, а у нас там только святые. А потом, когда я понял, что аскетизм – это наука наук. То есть вот на самом деле, вот человек, он думает, какой вот главный путь, что нужно сделать. Он понимает, что главный путь, который даст ему больше всего, и он даст больше всего, это путь святости. И в этом отношении действительно вся наша культура – это Русь святая, это стяжание святости. А святости без первообраза, без образов просто-напросто невозможно. Поэтому действительно, что такое Русь? Икона и святости – это действительно величайшее наше достижение, которое мы привнесли и отдали всем, пожалуйста. Да. Вы увидели некую такую самоуспокойность, да, и, в общем, можно даже сказать, что вот в вашем названии, ну, как бы, ну, даже небольшая такая провокация после иконы, да. Но вы понимали, что если не задавать каких-то острых вопросов, острых вопросов, то вообще что-то самое важное вообще из христианского искусства просто уйдет. Именно непосредственно участники проекта делают что-то еще в неком поиске, в некой свободе, в неком диалоге с современным окружающим миром, с современной историей искусства, которая есть сейчас. То есть понятно, что у нас есть такая сложная задача, когда у нас есть содержание, что есть канон, да, это есть содержание, которое невозможно просто изменить никак, потому что это уже либо светское произведение, это либо икона, либо ты насмехаешься над иконой, если ты меняешь содержание. Вот вы делаете выставки, да, это форма жизни вообще искусства, вот сделать какую-то выставку. А вот когда вы идете и расписываете брошенный храм, и это уже никакое там не искусство, и это такая жизнь, я обалдел, вот просто-напросто. Вот, и это действительно, ну, это вот быт, а вы занялись бытием. И, ну, вот, пожалуйста, мы тоже умеем жить жизнью искусства, вот, пожалуйста, вот у нас есть выставки, смотрите, но мы можем еще делать такое. И это я понимаю, что вот это икона, вот это действительно люди говорят, что икона жива. Я увидел такую мощь, что вот мой формально правильный вопрос, и, как я понял, вам его регулярно задают, я говорю, понимаете, вы что-то такое делаете, ого-го. Вот, но Антон сказал, что вот у него как-то уже сил мало. А он, мы-то тут же стали спрашивать, а сил-то у кого есть? А он говорит, да вон, Александра спросите. Вот. На ваш взгляд, откуда черпать силу? Откуда ее черпать? Вот, почему вдруг у Антона почувствовал, что у него сил мало? И типа, вот, посмотрите, помните, как это у Пушкина, у моего младшего брата, вот у него силы есть. Даже вопрос. Вот Антон, ну, он же такой, знаете, как бы типичный москвич, да, он вырос, родился в Москве. А вы из Воркуты. Как вы решили стать художником? Но... В Воркуте. Вот с моей точки зрения, Воркута это вообще что-то... Я вот как-то родился и просто рисовал. Вот мне дали там карандаши, фломастер, я рисовал на обоях, всегда рисовал там. Дали мне бумажку, рисовал на бумажке. Художников, как бы, в моей семье там... Не было. Не было никогда. Никто никогда ничем подобным не занимался. Я просто рисовал, рисовал, мне было интересно. Вот. И всегда рисовал. Я не знаю, откуда такая любовь, я просто рисовал, мне было интересно. Не всегда, не много. Я не был особо талантлив и до сих пор каким-то там, ничем таким не отличаюсь. Просто вот мне нравится рисовать. Не как хобби, а просто нравится. Вот. И, собственно, в девятом классе стал вопрос, что чем... Как дальше менять свою жизнь? По какой дорожке идти? И было принято решение отправить меня в училище. Меня в училище отправили. В какое? Я учился в Калининском училище. Это на Савиловской находится. Училище прикладного искусства. По молодости лет хотел поступить на факультет по расписанию шкатулок, а поступил на иконописи. Вот в это училище? Да, там была иконописи. Такое среднеко написано, образование хорошее. Пять лет надо учиться, и ты как бы специалист. Ну, путь любого человека – это встречи. Встречи с людьми. Встречи с людьми. Вот какие были определяющие встречи на этом пути? Я познакомился с художником. Есть такой Михаил Политаев. На тот момент он на меня произвел просто какое-то колоссальное впечатление. То есть я учился на иконах. Я не могу сказать, что я учился, или особо их любил, или что я вообще в то время даже Библию открывал хотя бы раз в своей жизни. Вот. Мне это было не особо тогда интересно. То есть вы вообще были не особо даже религиозным? Нет у меня в семье никого религиозного. А, вот это вообще как бы потрясающая история. Семья, то есть нерелигиозная семья, в которой никто не занимался искусством. Да. Человек приходит в училище, хочет расписывать шкатулки, а поступает на икон. Так вот, вот в какой-то момент там на четвертом курсе я повстречал Михаила Анатольевича Политаева, и он нас стал преподавать. И во мне что-то вот поломалось. Я тогда, вот в тот момент, когда я увидел, как этот человек работает, как он работает, а он работает как Микеланджело. То есть у него какой-то свой стиль есть, довольно реалистичный, но не суть там. Дело не во вкусе, дело в том, что человек в фантастической работоспособности. Не настоящесть какая-то глубинная, да? На тот момент, когда я узнал, что он один, один расписал храм, и примерно это было где-то там 300-400 квадратных метров. То есть он делал целые купола и делал это один, без команды. Во мне что-то вот переключилось, и я просто не мог это поверить. Как это так? Как, почему? Он просто берет и за какой-то небольшой, короткий промежуток времени он там рисует гигантские образы. Тогда у меня вот был просто съезд шаблона, и мне стало это страшно интересно, я стал очень много рисовать, писать. Хотя я был как бы... Я очень плохо учился, и меня там 20 раз выгоняли. Но вот с момента того, как я вдохновился Михаилом Анатольевичем, я стал очень много рисовать. Я стал рисовать, писать, приходить к нему, там, пришел на колени, вот так сказал, учите меня, пожалуйста, посмотрите мои работы, я сделаю там тысячи набросков. Я заявил, что поступлю в Суриковский институт, все посмеялись, но я как бы вот на тот момент упорно горел рисованием. Сколько лет было? 17-18. 18-19 где-то вот. Вот в тот момент я понял, что стану художником. Вот, и дальше все обошло как бы. Институт, поступление, учеба. В Суриковском? Да, в Суриковском, да. На какой факультет? На живописи. Монументальной живописи. А тогда, когда произошло пересечение с Антоном? Там же. Там же? Он преподавал, и что он же старший? Одновременно он преподавал, и одновременно был студентом. Ух ты! А что же он преподавал? Он преподавал историю искусств, эстетику, философию, и был студентом на живописном факультете. И на каком курсе вообще родился этот проект? На третьем. На третьем. Когда мы были вот на практике. Где? Мы были на практике в Ростове Великом. Первое впечатление, которое меня тоже погрузило именно в христианскую тему, после которой я точно понял, что буду этим заниматься. Это было вот... Первое, это Михаил Политаев, а второе, это моя первая работа в храмах, в командах, на росписях. Вот это было еще до поступления в институт. А где эта работа? Я участвовал в росписях храма под названием... Как же он называется? Нахимовский проспект, храм Ефросиньи святой. Его расписывал в те годы Никита Нужный. И я как-то попал через своих знакомых, которые закончили училище, там на него работали, меня тоже позвали помогать. Это был мой первый храмовый опыт. Ну, и первое погружение в профессию, так сказать. Там я как бы вот... У меня была первая насмотренность, первое впечатление. То есть знакомство, вот как оно все работает, как этот храм. Вот эти пустые стены постепенно там за месяц они начинают как бы... Жить вообще какой-то совершенно особой жизни. И вдруг вот они покрываются образами. И действительно такая какая-то уже какая-то фантастическая глубина там в том же храме появляется. Благодаря появлению этих образов. Да, да. Есть в этом вот какая-то сакральная жизнь. И это всегда интересно и наблюдать, и участвовать очень интересно. Вот в этом. Ну, у тебя уже много работать, наверное, уже совершенно неинтересно. Это там лет 10 этим занимаешься. А первый, какой вот первый заброшенный храм вы стали расписывать? Вот первый заброшенный храм как раз произошел на нашей практике в Сурикевском институте. В первую очередь, чтобы просто подойти к этому, это нужно было выдумать это. Это нужно было осознать. Это нужно было понять. Это идея, в первую очередь, Антона. Это он это выдумал. Как заброшенное пространство, духовное пространство заброшенное, да, которое уже из-за нашей истории, так как она была. Да, то есть получилось, что много осталось ненужного кирпича, с которым непонятно, что делать. Если бы раньше, наверное, там, в 18 веке, такой храм бы разобрали на кирпич, то сейчас зачем этот кирпич нужен? И как бы вот эта внутренняя миграция, политическое давление, да, у нас осталось очень, 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 очень нереальное количество заброшенных храмов. Просто тысячи в соседних областях от Московской, Костромской, Ивановской, Вологодской. Везде, особенно в Вологодской, Тверской, гигантское количество памятников, поздних памятников архитектуры. Просто тысячи в каждой деревне. Мы долго не могли к этому подойти, потому что, помимо того, что на это надо решиться, нужно еще для себя осознать точно, для чего ты это делаешь. Понять эту задачу, да, зачем залезать туда и зачем это делать. Да, можно сказать, ну, туда никто не ходит. Ну, взяли, нарисовали, ну, а кто это увидит? Было поставлено множество задач. Первое, понять, где должна быть икона, для кого должна быть икона, может ли она быть везде икона. Мы долго пытались понять наше отношение к разрушенному памятнику. Почему разрушенный памятник, во-первых, их надо почитать, места на самом-то деле. О них нельзя забывать, да, и если зайти в какую-нибудь заброшенную церковь, если она не полностью разрушена, там всегда есть иконки, есть какой-нибудь там свечи есть. Где-то на поруках всегда у кого-то это есть. Ну, мало того, можно сказать, что даже все равно любой человек, вот ты даже подходишь, вот куча камней, куча, ну, кирпича битого на месте как бы храма. Но любой человек даже вот войдет в эту вот кучу, вот в эту точку, и он, безусловно, чувствует определенную благодать, что это такую наполненность этого места. Ну, все даже там, ну, если вспомнить там православную традицию, что у каждой церкви, допустим, есть ангел-хранитель, вот, но не пустоту этого места ты всегда ощущаешь. Это сто процентов. Да, ну, с нашей точки зрения, вот, когда мы тут пришли, мы просто осознали, что эти стены, что о них нельзя забывать. Это очень жалко смотреть. Это можно оправдать, почему так произошло, там, с исторической точки зрения, там, с этой внутренней миграцией, но не суть. Просто, ну, не могли мимо пройти. Ну, Александр, наверняка же были люди, которые говорили вам, куда вы полезли, куда вы полезли этот храм. Вот были такие люди, скажи мне. Были такие люди. Ну, это были необычные люди, это были необычные прохожие с улицы, это не обыватели, это были люди из художественного комьюнити. Ух ты! Это были наши, как бы, это... Собратья. Собратья по оружию, по кисточке, да. Все претензии, в основном, к нам и к тому, что вот первый раз мы сделали, и вообще выходили на улицу уже после, это были, в первую очередь, вопросы от художников, как художник художнику сказать, куда ты полез, кто тебе разрешил, ты, кто ты вообще такой, как ты посмел это делать там. И что ты отвечал? А я ничего никому не отвечал. Нет, просто. А я никому ничего не отвечал, я вообще не вижу в этом смысла никакого. Зачем кому-либо что-то объяснять? Есть ли в этом? Для этого есть специальные люди, там, не знаю, галеристы, искусствоведы, батюшки. Пусть они и говорят. Вот пусть они и говорят. Я, это, мне вот нравится, мне хотелось, я пошел и сделал то, что мне очень хотелось. И все. А вот 9 мая, великий праздник, и мне было очень приятно, когда так на глухой стене, на Брандмауэре, я вдруг напротив своего храма увидел изображение нашего великого генерала Черняховского. Потом увидел Жукова. Ну, а потом увидел, что да, стрит-арт, он жив. Кроме подобных изображений есть какие-то абстрактные, есть еще что-то. И вдруг я подумал, а почему нет православного стрит-арта? Вот почему? Вот вы его делаете. Вот я сижу, последние лет 5, и думаю, почему в России нет православного стрит-арта? Я, возможно, да, я не самый интересный художник, не самый способный. Далеко не самый способный, вполне обычный. Ну, многие задачи способен выполнять. И там в коммерческом плане, в любом, но не суть. Ну, мне очень интересно, почему в России, да и вообще в мире, в мире, от Америки до Европы, до Китая, вообще, где есть вера христианская, почему никто не делает христианский, даже не православный, а просто христианский стрит-арт? Почему это невозможно? Я вот только что был в Пскове, вот я видел там изображение, наружные иконы Архимандрита Зино, да, либо наружные иконы, которые не внутри, наружные иконы, там, протеерея Андрея Давыдова, да. То есть, на самом деле, следующий шаг, он органично, нужно вот, вот она, глухая стена, которая, в общем, в чем-то безобразна. И на этом относительном безобразии может появиться первообраз. Это действительно шаг, который просто просится. Ну, мне, вот как я это вижу, да, там, в своем идеальном мире, не просто просится, а необходимо, чтобы хотя бы где-то, да, в Москве, там, вообще, в России, за рубежом, там, в любой хорошей христианской стране был православный стрит-арт. Не просто амурализм, то есть гигантские изображения. Поскольку есть такой стиль, да, как мурализм, и, там, пошло... Ну, объясни, нет, на самом деле, наши зрители не знают, что такое мурализм. Ну, мурализм, это, собственно, есть стрит-арт. То есть, мурал переводится как стена. Поскольку дома в 20 веке стали очень большие, собственно, и фрески стали тоже очень большими. Да, мы вот можем пройтись по Москве или в любом другом городе и увидеть гигантское изображение или гигантский рисунок, картину, потому что нам вообще 20 век дал такую возможность. То есть до 20 века такого не было. Нет, ну, были некоторые исторические моменты, там, колосс Родосский, да. Ну, не суть. Вот это и есть, собственно, стрит-арт, вот это и есть, собственно, мурализм. Рисовать швабрами гигантский метраж, который можно увидеть, там, за несколько километров. Вот. И этот стиль и мода на подобное, она родилась совершенно недавно, там, лет 30-40, наверное. Да, ну, можно сказать, что она была и в советское время, да, так, идеологическая работа. Помни, да, какие-то вот мозаики такие большие, да. И мозаики, и росписи, и баннеры, да, и, ну, даже не 30 лет, масштабно 30 лет, а вообще это искусство живет уже 100 лет, грубо говоря. Наша вот, наша после иконы, вот наша идеология заключается в том, чтобы создать диалог, возможно ли вступить, там, немножко ногой вместе с современным искусством, со современными тенденциями, можно ли использовать мультики для продвижения идей, можно ли использовать, там, камеру, видео. Вы какие-то революционные консерваторы, потому что обычно это любимое тру-ля-ля протестантов. Нужно идти в ногу со временем, и все должно поменяться. Мы меняем богослужения, мы меняем, ну, в очередной раз, там, переводим язык богослужения, еще там что-то. В том-то и дело, что когда вот смотришь, вот ваши работы-то, и многие люди, я просто вот, а, они как всегда, это мы слышали в ногу со временем, но вы, как бы, такие революционные консерваторы, и в этом-то и ваша уникальность. Наш разговор начался с того, что содержание менять невозможно, форму можно пробовать, видоизменять. Она, это, ну, тоже такая метафизика, да, ты можешь там цвет менять, можешь плотность менять, можешь менять материал, как скульптура и картина, две разных вещи. Также в искусстве есть много всего, что можно попробовать. У нас есть 20-й век, который столько вот, в нем вот всего уже перекипело в этом за 100 лет, и столько возможностей, и столько инструментов появилось, чтобы попробовать работать с образом. Но вот на самом деле для того, чтобы появился православный стрит-арт, увы, здесь должна быть очень серьезная переговорная площадка, и на которой должны в этой площадке участвовать не только вы, но и, конечно же, те же самые священники. У нас есть очень много людей, кто нас просто поддерживает. Да, это очевидно. Вы делаете правильное дело. Мы ждем, там, бойцов. Это тоже очень важно. Все, кто хочет присоединиться, пробовать, да, там, экспериментировать. У нас дверь открыта для всех, да, ну, кто идеологически, как бы, с нами согласен, естественно. Ну, я говорю, ну, кто ходит, там, в первую очередь, кто ходит в церковь, ну, пусть даже кто не ходит, но кто симпатизирует. Ну, нам точно не нужны люди, которые это христианство ненавидят, допустим, или презирают. Нет, вот. Точнее, они, как с ними работать? Это не мудажно. Александр, я только что хотел поставить эффектную точку в передаче, но вы изумительно придумали очень живое завершение, что нам нужны бойцы, вот, и если бойцы потенциальные услышат нас, что их ждут? Ну, так, бойцы не только как творцы, а, ну, просто заинтересованы в этом люди. Вот, ну, кто любит христианское искусство? Да нет, кто любит Христа, вот и все, на самом-то деле. А это одно и то же, на самом деле. Да, это очень важно, потому что красота в Средневековье – это одно из имен Бога. И когда мы говорим христианское искусство, увы, мы живем-то в секулярном обществе, где искусство – ах, это где-то там. А когда мы говорим христианское искусство, это одно из имен Христа, вот и все. Спасибо. Не за что. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok